Хорошо. Кто там тибетским занимается? Второе. Включите, пожалуйста. Да. Итак, готовы? Хорошо. Успокаиваемся. Все таки взволнованы поспать на моем занятии. Тер сам гом сум. Тер сам гом – это традиционный способ выполнять дарму. Тер сам гом – это традиционный способ выполнять дарму. Это означает занятие, время занятий. Шутей на санскрите. То есть занятия, которые вы проводите на занятии. Людям кажется, что не нужно проводить время на занятии, чтобы заниматься дармой. Вам нужно как можно больше часов, проводить на занятии. Даже если вы полусонно сидите, даже лучше, наверное, как гипноз действует на вас в полусонном состоянии. Итак, часы занятий. Будда сказал, что вам нужно сидеть эти занятия, проходить эти занятия. Чем больше часов вы проводите, тем лучше. И я, как бы это сказать, я всю свою жизнь, я сидел на занятиях у своего лама, и я очень рад, я очень-очень рад, и я полагаю, я верю, что это очень здорово, это весело, и что это меняет жизнь. Поэтому не ленитесь, просто приходите на занятия. Не обязательно быть супергением, может быть, и не слушать так внимательно, просто присутствуете. Сам означает, подумайте об этом, когда вы домой вернетесь. И я, вот когда я думаю о времени, когда я провожу в машине, обычно я один, и куда-то еду, и я просто раздумываю о вещах. И вот это сам. Это вот типично. Это время, когда я могу провести наедине с собой, и просто обдумывать, думать о вещах. А гон означает медитация. Итак, вы слушаете дарму сам, размышляйте о ней наедине, когда вы сам с собой? Не знаю, а у меня специальная комнатка есть дома, и я вот свой сам там провожу, и моя жена говорит мне... Он говорит, ты знаете... Жена мне говорит, знаешь, что другим людям тоже нужно в эту комнату. Ты уже там 45 минут сидишь. Это отличное место, кстати, чтобы совершать... И гон – это медитация. То сам гон. Ро ньян – это важный человек, это очень главное слово, хорошее слово, важное. Означает ро, когда вы пробуете что-то, а ньян – это когда вы пробуете, на вкус испытываете. И он говорит, вам нужно попробовать дарму, на вкус распробовать ее. Что это означает? Далагмидорпа. У нас, у всех, есть тенденция к колок – делать вещи через задницу. И мы наслаждаемся вещами, которые нам и помогают, в общем-то. это, мне кажется, например, интернет – такой очень классный пример. Телефон – наш тоже такой хороший пример. Это вкусно. Это привлекает. Да, я тоже люблю читать, смотреть новости раза три. Не знаю почему. Мне нравится. Мне тоже нравится. И если я не смотрю эти новости, мне кажется, что я что-то пропустил. Поэтому он говорит, попробуйте, попробуйте, насладитесь этим вкусом. Насладитесь этим вкусом. И это хорошее время как раз самое время Линдси поговорить о… Во время пандемии, я… я… я все время зависал в телефоне. Это были как раз последние выборы президентские в США. Я очень переживал, я помню. Я сидел у Гелфе на террасе и глядел за этой предварыборной компанией. И я начал читать всякие новости в телефоне. Я никогда раньше этим не занимался. У меня друзья, которые постоянно новости смотрели, я думал, что это глупо. И тут я начал этим заниматься. Тогда это было нормально. Не знаю. Я все больше и больше читал эти новости, смотрел кино, потом корейские сериалы пошли. Они клевые. Потом я начал смотреть военные фильмы, всякие такие не очень хорошее кино. И я подсел на это. Два года я этим занимался. Я просыпался в два часа ночи, не мог заснуть потом нормально. Бежал к холодильнику, что-то там… Начинал есть, смотрел кино опять, и становилось все хуже и хуже. У меня есть друг, Уилл Данкан, который также здесь был у нас в качестве ученика. У него небольшой ретритный центр, где это примерно… Каждую неделю к нему приезжают двое-трою людей, и он забирает у вас телефоны. В восемь девять он запирает ваши телефоны, прячет их. И он мне рассказывал, и я все время думал, что я хотел бы попробовать. И я начал заниматься… Вот клуб, который называется клуб «Спокойной ночи». И вы просто даете обещание, где-то в десять вечера, когда здесь я в девять отдаю все свои вещи, в десять я запираю мой компьютер, мой телефон в специальный ящичек. Потом в два часа я пытаюсь открыть его, и потом я понимаю, что я не могу, чтобы это все было рядом с тобой. И Роб приходит ко мне домой, он живет рядом. Он забирает у меня компьютер, телефон в десять, и возвращает в шесть утра. И когда я в Алмазной горе, он тоже приходит и собирает. Да, если я путешествую, то я еще добавляю туда пульта телевизора из гостиничного номера. Он недавно обнаружил, что у меня оказывается два пульта в комнате. Я убираю все на ночь. У нас есть специальная такая сумочка. Линси занимается этим у нас. Давайте поаплодируем. И у нас есть представители по всему миру. Ольга. Где Ольга? Ольга у нас еще. Мистер Бен у нас тоже представитель. Да. Если вы в Латинской Америке, поговорите с Ольгой. Если вы в Вьетнаме, то поговорите с Ольгой. Если вы в Вьетнаме, то поговорите с Ольгой. Обращайтесь. Можете стать членом этого клуба. У меня тоже есть благотворительность. Мы должны платить наши налоги, и мы получаем прибыли там, где мы продаем эти вещи. Например, мы продаем ювелирные изделия в Китае, и так потом мы далее все эти деньги вкладываем в проект по составлению книг. В Вьетнаме мистер Бен уже построил больше 800 домов для бедных людей. Да, и Инна у нас по Европе отвечает за Европу. Мы зарабатываем, и у нас такие очень симпатичные чемоданчики, и там есть замочек с тайм-кодом. Закрывайте его в десять вечера, и получайте обратно в шесть. И все думали, что я встаю рано. На самом деле, это не так. И меня даже сложно иногда в семь-восемь встать. Мне кажется, после трехлетнего ретрита я не очень рано встаю. Теперь я ложусь спать в десять, встаю в шесть. И это то, как я завершил работу над книгой Сейджи, 800 страниц, и у меня появилось время, чтобы сфокусироваться и выполнять свои практики. Я поэтому на самом деле поощряю, призываю вас присоединиться к этому книжному клубу. И есть шутка, мистер Бен, называется «Спокойной ночи», и когда Линдси когда торопится, говорит «Пока Спокойной ночи», и говорит «Что, есть же ночной клуб?» Когда неохота говорить все четыре слова. И мы говорим «Не-не, это книжный клуб, Спокойной ночи». И все такие «О, я присоединюсь к такому, если это ночной клуб». Может, нам следует основать ночной клуб? Откроем, а, мистер Бен? И я никогда так хорошо не спал, кстати. Восемь часов. Я теперь высыпаюсь, и я чувствую себя превосходно. У меня отличная медитация. Вот это то, что получает Роб от меня каждый вечер. Это Роньянг означает «Просто наслаждайтесь вкусом дармы, не делайте эколог». Не потому что вы привыкаетесь, подсаживаетесь на спорт, на новости и на всякие глупости. На киношку. Но иногда можно, конечно, хорошее кино посмотреть. Это тоже практика дармы. Но если хорошее кино у вас два-три раза в день, то это уже не практика дармы. Поэтому будьте разумными. Можно расслабляться и хорошо расслабляться. Мне тоже нравится хорошее кино. Но если я на самом деле уставший, я смотрю кино. Но я не привязываюсь к этому. У меня нет зависимости. И он говорит, вы должны иметь привязанность к дарме. Вы должны быть зависимы от дармы. Но не привязывайтесь к новостям. Здесь они называют джиктанита. Сон означает говорить о бизнесе, разговор о бизнесе. Хорошо заниматься бизнесом. Это здорово зарабатывать свои деньги и не занимать деньги у кого-то у других, когда вы все время занимаете деньги у кого-то. Хорошо быть финансово независимым, иметь свои собственные деньги. Но не сходите с ума, чтобы заниматься бизнесом, я не знаю, 12, 14, 18 часов в сутки. Вы просто не выдержите. Занимайтесь бизнесом. Работайте усердно, наслаждайтесь. Но пусть это не будет всей вашей жизнью. Максток означает, говорит о событиях, например, война. Иногда мы просто читаем про войну, мы не собираемся помогать. Просто мы привязываемся к этому, начинаем читать все, что с этим связано. Он говорит, попробуйте привязаться к практике книжного клуба «Спокойной ночи» и не занимайтесь другими вещами. Зависимость-то хорошо, если это что-то хорошее. Итак, второе. Не занимайтесь зависимостью. Есть выражение на английском. Делаем все наоборот, через одно место. Третье. И потом он говорит, сострадание, неправильное сострадание. Он говорит, мы должны сострадать дикчен. Это люди, которые совершают плохие поступки. Мы должны испытывать не сострадание. Люди, которые организовывают, являются провокаторами, которые содержат войны, которые считают, что убийство людей, когда они убивают людей, забирают их имущество, что это сделает их богатым, это ненормальные люди. Поэтому мы должны таким людям сострадать. На самом деле, сострадать. Не просто, чтобы мы ненавидим. Вы не говорите, что их ненавидите, но в душе вы их ненавидите. Но вы думаете, да, этим людям на самом деле плохо. Это грустно. Поэтому испытывайте к ним сострадание. Те, которые являются зачинщиками всего насилия в мире. Потом он говорит, «У нас есть склонность». Кто-то говорит, «О Джон Бретти, он взял группу в Турцию с Марией, с Питером. Они там в отеле медитируют целый день. Им нужно поехать в Париж». Они поехали в Париж, но меня не взяли, правда. Он говорит, «Не сострадайте неправильным людям». Вы не должны сострадать Джону Бретти, Питер или Мария, которые застряли в ретрите в Турции. Вы будете проходить в этом году в Турцию снова? В октябре? Заберите. Если в Париж поедете, про друга своего не забудьте. Это классный ретрит. Да, мы должны сострадать всем этим людям, которые находятся в ретритных кабинках. Вы, наоборот, должны сострадать тем, кто не проходит ретрит. Четвертое. Дюнпа означает, «Что вы хотите? Ваше вдохновение? О чем вы мечтаете? К чему вы стремитесь?» К лоб означает, «задом наперед». Какие мечты? И он говорит, «Вы должны мечтать». Нет, вы имеете регулярную медитацию? Вы медитируете? Вы действительно спрашиваете? Да. Вы смотрите на новую книгу? Вы медитируете? Да. Вы медитируете? Да. Вы читаете ваши книги по дарме? Самый лучший способ уснуть это – почитать книжку о дарме. Магия мимика, например. Отлично, шикарная снотворная. Шесть минут не продержитесь, вырубите сразу. Мы говорим людям, «Затрите все свои гаджеты, возьмите книжку и попробуйте». Он полностью встал. Итак, мечтайте о всех классных практиках. Кстати, никто не perfect. Твоя практика коллапсирует каждые шесть месяцев, хорошо? Если ваша практика коллапсирует каждые шесть месяцев, это значит, что вы не практичете. Ага. 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 аст Таучава. Ага. Это означает, что все свои надежды вы возлагаете. На кого? На кого вы излагаете все свои надежды. И это должен быть кто-то, который может управлять всей Вселенной. Есть люди, которые управляют не только одной планетой, cadre целой Вселенной, люди, которые могут переходить с планеты на планету от с magnuma여. На таких людей вы должны возлагать надежду, которые могут путешествовать с планеты на планету. Думайте, более масштабно, люди, которые путешествуют по планетам, с планеты на планету, и которые могут помогать одновременно миллионам людей. Поэтому вот на таких людей возлагайте надежду, на этих невероятно удивительных людей. И такие люди есть. Есть такие люди, которые рядом с нами, которые могут путешествовать по планетам. Вот на этих людей возлагайте надежду. Не говорите, ой, послушайте, вот его Tesla, компания Tesla, она сегодня в 12% выросла, а в 18% она упала на прошлой неделе. Лучше не зарабатывать 18 миллиардов и потом просто терять их через неделю. Если люди возлагают надежду на вас, то тогда сделайте что-то для них, что-то большое. Не надо им просто пару долларов подкидывать или что-то в этом роде. «Ой, Гешлоп такой добрый!» Он дал мне подержанную машину. Это не то, что это не удовлетворяет людям's hopes. Дайте им какую-то надежду. Дайте им надежду на будущее жизни. Я сейчас смотрю на Алекса Риваса. У нас с Алексом есть проект. Он сказал, давайте сделаем проект. Он сказал мне, «Гешла, давайте сделаем проект». Я сказал, «Ну, ладно». Мы решили, что слишком много войны в мире. И что мы можем сделать по этому поводу? Помогать детям понимать, понять, что войны – это плохо. Алекс согласился поехать в начальные школы в Мексику посещать, и он подходит к учителям, ученикам, и мы просим их предложение, как мы можем остановить войну. Мы просим этих маленьких людей, у которых все еще ясное мышление, тем, кому меньше десяти, и мы получаем вот это, мы говорим устами младенца, получаем все это от детей, их предложение, как остановить войну из Мексики. Проблема – я не могу их читать, Алекс мне все отдал, они все здесь по-испански, я их привез сюда, в Даймонд Маунтен, они такие классные. А Алекс может прочитать нам, наверное, как-нибудь. Они говорят, что «Давай время найдем, чтобы почитать». Говорят, что у детей очень ясное мышление. Они говорят, «Просто перестаньте это делать». И мы такие, «Ага, точно, вот что нужно делать». Поэтому, если вам интересно, можете с Алексом пообщаться, или другие вот парни из Гвадалахары. Почитайте вместе. Алекс, спасибо, что ты делаешь это. Мне кажется, мы взятку, взятки давали им. Да, конечно. Да, пришлось. Немножечко. Итак, шестое. Ко лог. Что это? Да, вещи, которые мы делаем, наоборот. Шенгките ва ла. Чар ва джар. Чар ва джунгел чен ва ла. Йи ра ва джар. Йи ра гко лог. Что такое Йи ра? Йи ра означает праздновать, радоваться хорошим вещам. Радовься хорошим поступком. Многоforce? Радовься хорошим последствия. Радовься хорошим, как люди хотят видеть. То есть, привет, радовься хорошим вещам, как делать другие люди. Мы просто 넣одь делаем, это означает «кулевлиENNям, что люди делают хорошо». И не радуйтесь, когда у людей что-то не получается, а благодарим мужчину, когда у людей какие-то неприятности. Слышал, он развелся, слышал, попадался с кем-то. Нам начинают нравиться, когда люди терпят неудачу, не живут за успехи. Есть политики, которые каждый день делают не так, и новости за ними гоняются. И как только они делают что-то хорошее, никаких новостей. И вот это называется через одно место, когда нам интересно то, когда у людей что-то не получается. И есть классная история в поддержку вот этих тут кулок. Был очень классный геше по имени Патова во времена Каданг. 900 лет назад. И этот геше услышал, как кто-то радовался. И он спросил его, чему ты радуешься, что ты празднуешь? А он говорит, я слышал, что вот этот другой монах, который мне не нравится, сделал памбо. Памбо – это одно из самых четырех серьезных нарушений обетов, например, убийства. Вы тогда теряете свои обеты тут же, сразу. И он услышал, что его враг просто совершил памбо. То есть он совершил какой-то плохой поступок, благодаря которым, из-за которого он в мгновение потерял все свои обеты. И он радовался, потому что это был его враг. И тогда вот этот геше, он услышал об этом и сказал, ты только что совершил самую худшую памбо, которую вообще можно было совершить. Ты радуешься, что кто-то потерпел неудачу, человек, который потерял обеты. Ты даже хуже того человека, который потерял эти обеты. Когда мы радуемся, когда кто-то терпит неудачу, это намного хуже, нежели ты терпишь неудачу. Я думаю, что мы делаем это часто, особенно по отношению к тем людям, которые мы не нравимся, когда у них какие-то неприятности, или у них что-то не получается. Кто-то не нравится вам в бизнесе, и он обанкротится, и вы такой, хм, радуетесь от этого. Пытаетесь, типа, не смеяться, но не можете. Или кто-то, с кем-то вы работаете, и вы сновидуете ему, и босс на них норал. Вы такой, хм, жаль очень, урод. И вот это есть такая извращенная радость, когда мы радуемся несчастью других людей. И он говорит, карма, такая карма, она хуже, чем сама неудача. Ла пар че тхе 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 нген чюнг тху су кье не нинг ка ше джем чхак пе ге чжо ме че, ми че гу че, ла пе кьян гап шик не тханг че те ге чжо на ме чжунг пе. Если вы хотите научиться тибетскому, у нас есть в тибетском разные три-четыре слоя, есть высокопочтительное, просто почтительное, потом такой какой-то эпистолярный, когда мы пишем письма, например, есть уровень дармы, есть разговорный. Если вы хотите научиться разговорному тибетскому такому повседневному, то вот эта книга самая лучшая. Нет, вы не найдете ничего подобного. Такой разговорный тибетский, когда вот, например, друзья общаются между собой, там нет вообще правописания, потому что никто даже не пишет. Но вот в этой книге вы найдете, если у вас есть проект, искусственный интеллект, который можно обучить такому хорошему разговорному тибетскому. Поэтому эта книга, она необычная в этом плане, очень необычная. Я хочу научить вас слово. Повторите. Ген джунг пу су. Это первая строчка. Ген джунг пу су. Ген джунг означает что? Отличение. О, я расстался со своей девушкой. И все, ухожу в ретрит на всю оставшуюся жизнь. Что-то типа того. Это временная дарма. Такое чувство дармия. Оно временное. Например, друг умер от рака. Теперь я стану серьезным. Вот это называется ген джунг пу су. Это называется вот мурашки по коже. Например, вы сидите рядом с кондиционерами, у вас усиленная кожа. Кстати, мы неправильно установили. Если можете их справиться, пожалуйста. Вот здесь, кто посередине сидит, им жарко. Те, кто сидят по краям, им холодно. И так вот, когда у нас усиленная кожа от холода. Это очень знаменитое разговорное выражение на тибетском, которое означает, как краткосрочное отречение. Кто-то умирает близкий вам от рака, и вы очень упорно медитируете три дня. И вы говорите, что это очень сложно. Это очень сложно. И вот эта вот грусть, она тоже заканчивается. И вы начинаете снова привыкать к этой жизни. Кто-то покончил жизнь самоубийства вчера. И через буквально два дня ты такой весь религиозный, серьезный. Потом это изнашивается. Вот это называется пу су. То есть, когда вот, например, пустяная кожа, когда холодная, и она сразу же проходит. Поэтому, если вы хотите пошутить с тибетом, вы говорите, как вашим дим джим пустил. Значит, пятиминутное отречение. Ну, такое немножко оскорбительное. Может, не следует, правда, его использовать. Джим означает, что вы фокусируетесь. Очень сильно концентрируетесь на вашей практике. Джракпо. Ребята, вы знаете, что это означает. Такое очень яростное божество. И с этим вот отречением вы работаете буквально два дня, а потом снова возвращаетесь к обычной жизни. Вот это dream drug означает чрезмерный фокус. И Тим начинает читать. Вы должны сказать, «Ге чор?» Повторите. Ме че го че. Ме че джо. Ме че го че. Ме че го че. Ме че го че. Ме че го че надо вместе произносить. Означает каждым способом. Вы пробуйте миллионы вещей. Гу означает девять на тибетском. На английском мы говорим, кто-то умирает близки от рака, и буквально неделю вы очень глубоко медитируете, а потом все это проходит, и вы забываете про медитацию. Поэтому ме че го че означает, вы просто применяете миллион практик, и потом человек одет уже неделю, и все это угасает потихонечку, и вы возвращаетесь к нормальной жизни. Ме че го че. Вы становитесь в огне. Ме че го че. Все делаете, 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 пробуйте все. И потом это все изнашивается, угасает. И даже когда март ваша уходит, у вас есть вот это ме че го че буквально, может быть, полгода, и даже вот это потом изнашивается, уходит. Ме че го че ла. Танг че. Что это танг че? Танг че? Танг че. Кто-нибудь знает, что такое? Вы устаете. Вы устаете. Вот такой... Все, эта дарма надоела. Пойду-ка я Netflix лучше повтыкаю. Если вы хотите научиться говорить по-тибетски, танг че. Че означает обрубать, как Дорджи Чопа, с утралмазного огранщика, а танг означает сила. Танг че означает сила. Все, я упорно работал. Полгода. Все, устал. Не хочу больше этого. И вы возвращаетесь опять к просмотру фильмов. Танг че чена. Танг че чена. Ге чор ла ми джук означает, что вы отказываетесь, вы бросаете свою практику дармы. Все, хватит. Это такое временное отречение было у вас. Рядом с вами умирает, близкий вам человек. Используйте вот этот вот шанс, потому что он тоже уйдет очень быстро и исчезнет. Кто-то близкий вам покидает этот мир, используйте это время, потому что вы не вспомните, через полгода уже не будете помнить это. Следующее изображение. Да, настройки гитару. Вот, тэй дар рен чок джи чо вар. Рен чок это тоже такое разговорное. Вы можете просто здесь словарик целый составить. Это интересное выражение. Рен чок означает горячий-холодный. Вы работаете очень упорно, а потом бросаете на полгода. Потом опять и опять бросаете. То есть постоянно вот в таком состоянии. И далее он цитирует ламу, который жил примерно 500 лет назад. И это практика, совет практики. Практика на каждый день. Кьян означает «растояние». Сын означает «большое», «длинное». И они говорят, пусть вас фокус будет заблаговременный. Например, мы с женой сейчас, когда мы уже обсуждаем вещи, что мы уже какие-то вещи не увидим. Может быть, мы покупаем что-то, что будет 20 лет длиться, и мы даже такие «да не знаю». Смотрите вперед, смотрите наперед. Смотрите, что вас ожидает в вашей жизни. Постоянно смотрите вперед. Ваша энергия уйдет. Вы все потеряете, вы умрете, поэтому смотрите наперед. Пусть вас не отвлекает ваш последний бонус. Поэтому смотрите далеко вперед. Мыслите масштабно, не мелочитесь. Я буду ходить с планеты на планету. Я буду помогать миллиардам людей. Не думайте о том, что, например, войну остановить в Украине или еще где-то. Я войну остановлю на миллиардах планет. Да, то есть если вы о всех планетах думаете, то вы и эту войну остановите. Поэтому мыслите масштабно. Санг ш. Санг ш. Это очень важное здесь выражение. LH наоборот читается HL. Так, и картинку нам с гитарой. Да. Это очень распространенный пример из Ламрима, когда мы настраиваем гитару не слишком сильно и не слишком слабо. И не делайте вашу практику слишком усердно или наоборот слишком слабо. Если слишком сильно, вы все время вот в напряжении по поводу вашей практики и вы уже до такой степени напрактиковались, что вы уже трясет, ваши руки трясутся, то эта струна разорвется просто. Не настраивайте свою практику настолько сильно, потому что вы будете прям как натянутая струна, вы не сможете медитировать. Не сходите с ума. Да, вот тот, кто не торопится, тот и выигрывает. Тише едешь, дальше будешь. Не пытайтесь медитировать два часа в день. Вы не продержите стол. Какой совет может дать учитель медитации новичку? Начните с десяти минут. Пожалуйста, 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 начните с десяти минут. А, Гешла, я могу два часа медитировать. Да не можешь ты. Я могу сидеть спокойно два часа. Да и кролик тоже может спокойно сидеть два часа. Это как мой учитель ответил, кстати, по поводу медитации. Поэтому, настройте вашу практику. И не слишком слабо, чтобы струна не болталась. Ладно, завтра помедитирую. Сегодня мне некогда. Заткнись и на подушку быстро. Не так уж ты и занят. Не попадайтесь в эту ловушку организатора дарма. Ой, я тут сейчас занятия организовываю. Некогда мне тут медитировать. Как только вы становитесь учителем, то у вас проблемы. Ой, мне надо так в школе заняться, мне нужно занятия подготовить, и у меня нет времени для йоги. Поэтому не попадайтесь вот в эту ловушку, чтобы ваша струна была такая расслабленная. Попробуйте настроить эту гитару правильным образом. Не будьте вот таким нервным каким-то и слишком занятым. Пробуйте настраивать все время. Очень красивая метара, мне кажется, относительно вашей практики медитации. Не слишком усердствуйте медитацией, и наоборот. И это очень такое знаменитое выражение, очень в просторечии. Ремпа означает «правильным прям». Ремпа. И вы вот не найдете это слово нигде, Тим. Это вот прям вот идеально настроить. Это вот как правильная настроенная гитара. Струна натянута правильным образом. Ремпа Чене. Не знаю, что такое. Нужно посмотреть. Мне кажется, это означает «останьтесь, не будьте слишком ленивыми и не будьте слишком занятыми». Чтобы вы остались здесь на долгое время. И вот здесь красиво. Потому что вот автор этого ламрима – один из самых удивительных практиков «Алмазного пути» в истории. Это не просто какой-то такой начальный текст начального класса. Это секретное руководство из секретного пути. Люди не знают. Но Пабунка Ремпа Чене, возможно, был один из самых знаменитых практиков «Ваджраягини» всех времен. Его комментарий «Ваджраягини» используется в курсах «Алмазного пути», 18 курсов. Это самый лучший курс по «Алмазному пути», который существует в мире. И вы не найдете нигде ничего подобного. Это самые лучшие слипки, собранные за 2000 лет. И мы создали курс. Он невероятный. И он относится к практике «Ваджраягини» с секретным образом. Это то, как вы должны обращаться с этой практикой. Что такое «Далуэй Нел Джо»? Ньяо дам 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 дри ци ньяо. Сен де лама дак чья кье дуа дак пе ньо дьо. Пао пао у чьи дьо. С чего начинается практика «Ваджраягини»? Мне нравится. Все практики начинаются. Спи. Самое первое. Секретная йога «Ваджраягини». Иди, выспись. Ложись спать. Мне нравится. Это означает, что ложимся спать с особой мотивацией. Засыпаем с особыми мыслями. И второе. Тоже вторая величайшая практика «Ваджраягини» – как вы просыпаетесь. Как вы встаете с постели. Понятно? Не просто вскакиваете. Вы делаете очень это медленно. И помните, кто вы. Правильную ногу ставите. Встаете с правильной ноги. Не вскакиваете с кровати. Нелджор означает йога. Йога – пробуждение. Красота в середине Ламрима и в конце Ламрима. Мы начинаем с того, как пробуждаемся. С нашей рутины. Это ваша тантрическая рутина. И подготовьтесь ко дню. Практики «Ваджраягини» – это целое, когда вы свое видение настраиваете на целый день. Бог делает кофе. Бог готовит кофе. Бог готовит кофе. То есть, Бог просыпается, Бог готовит кофе. Это такая радикальная практика. И это очень красиво. Вы божественное существо, да? Так, я все еще сплю. Просто останьтесь, соберитесь. Мы с вами с вами. Не вскакивайте. Срывайте, пока вы не достигнете вот этого божественного состояния. Мне кажется, очень красивая идея. Начинайте с основы. С левой ноги спокойно. Поправьте волосы. И потом начинайте потихонечку что-то добавлять. Вот что это значит. Когда вы пьете кофе, просто предлагайте его миллиардам ангелов. А потом просто расширяйтесь. Ге Су Танг означает Ге Су Танг Расширяйтесь. Отправьте это во все концы вселенной. И к тому времени, пока вы начнете есть свою кашу, ваша практика уже должна быть полностью божественной. И вот когда вы уже наработаете те, то все. Ваджрайкини пришла на работу. Дик Су Че. Те Са Че Че Те. Са Че Че. Тоже очень такое разговорное выражение. Са Че Че означает Са Че Че. Ваша практика продвинется просто такими гигантскими шагами, и вы будете покрывать огромное расстояние за 10 минут, как такой высокоскоростной самолет по сравнению с тем, например, как повозка слушать у вас идет. Если вы просыпаетесь и у вас божественная мотивация, тогда у вас Са Че Че. Уже 12 часам вы уже покрыли огромное расстояние. Если вы проснулись с правильным видением самого себя. И вот это тантра, и вот это алмазный путь. Са Че Че означает, вы можете просто ко дню покрыть огромное расстояние. И мне кажется, здесь, наверное, есть какая-то история, гонки между божью и блохой. Если вы не знаете, о чем это, то в Индии поезжайте точно там, научитесь. Это было ужасно. Я помню, в Индии они спят в постели. Такие вот деревянные в постели. Не было матраса. Такой деревянный каркас. И там живут вот эти клопы. И они по ночам просто сосут твою кровь. И начинают потихонечку. Они такие маленькие. И потом они наполняются кровью. Такие пузатые. И потом они вот так вот на стенах висят, такие довольные. И когда вы просыпаетесь, и вот вы видите всех этих клопов наполненных кровью. Такие шарики висят. Если вы случайно того так заденете, и просто кровь так из них сразу по стенке размазывается. В общем, они медленно передвигаются, эти клопы. А блохи, они очень быстрые. Тоже собак не трогайте в Индии, потому что блохи на вас начнут трогать. Понятно? Это означает, будьте как блохи, не будьте как вот клопы. Пусть у вас будет прогресс каждый день. Будьте вот этим вот скоростным двигателем, а не лошадью. Будьте как блоха, которая может прыгать и стакать. И не будьте как клоп, который просто наполнился кровью и шевелиться не может. Пусть у вас будет прогресс. И в тантре это лучший способ, когда вы просыпаетесь уже как Ваджи Рогини, и вы проделываете два часа Ваджи Рогини, и тогда у вас целый день, у вас будет очень-очень быстрый прогресс. Понятно? Это лучше, чем какой-то такой длинный, зануденный день по дарме. Вот это и есть практика Алмазного пути. Следующая картинка. Это хирург моей жены, и это ее новое колено. Я всегда знал, что моя жена что-то из титанов, это такое титановое, колено из титанов. Я присутствовал там, к сожалению, и колено становилось хуже и хуже. Она сама спортсменка, она занималась бегом. Мне кажется, она была самая быстрая в школе. Она даже мальчиков побеждала, поэтому не ходила. Я не посещал ее в школу. И потом вот пришлось сделать операцию на колено, Я держал ее за руку Пока я делали в отделе наркоз, и мне нужно было ждать, а потом такой звук «А-а-а-а-а-а». Я такой, боже-е-е. Они разрезают себя, прям кость разрезают, ужасный звук. И потом такую дырочку делают. Звук такой «а-а-а-а-а». И такой вот удар молотка. И вы прям слышите вот этот звук. И это ужасно. И вот хирург, этот помощник был хирурга. Он такой очень верующий христианин. И нам нравится. Мы брали интервью у хирургов, И мы говорили, какой опыт у вас? Он говорит, я вот 10 лет уже занимаюсь этим. Где-то в Уганде, по-моему, он оперировал в качестве волонтера бесплатно. Он проделал 2000 операций в Африке в течение 10 лет. И мы такие, ты нам нужен, ты нам нужен. И он вышел и говорит, мы готовы начинать. Мы говорим, а можно ли помолиться? Он говорит, можно ли помолиться? Я так порадовался, и он помолился, это было так красиво. И потом он говорит, уходи. А потом такой, все. И он даже не сомневался. И сидел такой, ой, ой, ой. Он просто рвался. И сделал свое дело. Вот о чем здесь речь идет. Как бы это назвать так? Раз, резко, не нужно медлить. Будьте очень решительны в вашей практике. Не медлите. Когда вы начинаете, все, вы уже начали. Не говорите, ой, ой, ой. Когда вы уже вот просто начали эту практику, просто хватайтесь за нее, и не сомневайтесь, и не сныкайте. Когда нужно резать, режьте, обрубайте. Раз, и все. Будьте решительны. Просто обрубайте. Дучи означает. Просто убейте на корню свое. И я думаю, что не хочу медитировать. Просто заткнитесь и садитесь. Медитируйте. С кем вы разговариваете? Да сами с собой разговаривайте. Заткнись и медитируй. Если будешь медитировать, не сомневайся. Ло линггьи гьяуа. Просто все твое сердце вложите в лоджинг. И не оставайтесь. Если вы делаете, сделайте на 100%. Не говорите, ай, я хочу медитировать, не хочу медитировать. Вы все умрете. У вас нет времени, поэтому перестаньте. Перестаньте медлить. Перестаньте делать это. Вот еще одно слово. Очень красивое выражение. Дайте, вложите это в 100%. Вложите в 100%. Не... Сонг кья. Мен пе чак тар ва на. Ца дам па па тинг чипа ням джи чипа. В древней... Медицина медицины Тибета. Это необычно, потому что Тибет, он между... Где-то посередине, между китайской традиционной медициной и, с другой стороны, это айурведа индийская. И географически он расположен между этими двумя регионами. И система медицины, она невероятная. Потому что они взяли самое лучшее из Индии и взяли самое лучшее из центрального Китая. Тибетская медицина, она просто невероятная. Я переводил для двух величайших докторов. Это правда нечто. У них есть система Марк-Себастьян, когда вы делаете акупунктуру с золотой иглой, и потом вы просто... Поджигаете ее, у вас там сера, ватка, и вы поджигаете это. Я видел это сами глазами. В общем, вы должны быть очень решительными, когда вы занимаетесь акупунктурой, когда вы работаете с телом человека. Вы можете быть нерешительными. Вы должны очень быстро действовать и быть уверенным. Вы можете подумать... Можете думать, да, я могу потерпеть неудачу, но я это делаю. Делайте это... Таким решением... Я могу это сделать. Ой, может, мне получится, может, не получится. Пинг чё означает... Просто обрубайте, не медлите, будьте решительными и уверенными. Дорук тукпа означает... Дорук тукпа означает... Пусть кость и камень встретятся. Это тоже очень такое просторечие употребляется. Это просто надевите им задницы, типа того. Означает... Не медлите, просто делайте это. Повторите. Дорук тук... Дорук означает камень. Да, как алмаз. Тук означает камень. Пусть они встретятся. Пусть они столкнутся друг с другом. Камень... Пусть камень раздробит кость. То есть... Просто всю свою душу вложите сюда. Делайте. И это касается вашей практики. Тем, что у меня там со временем. На цену. Хорошо. Хорошо. Я не буду отвечать на вопросы. Мы должны просто с вами шагать вперед. Нам нужен прогресс. Повторите. Че-гон. Повторите. Че-гон. Если вы обучались тремя видами медитации. Шаргон, че-гон, джо-гон. Шаргон означает медитация списков, когда мы проходимся по списку. Семь, например, предварительных шагов. И вы постоянно делаете обзор с закрытыми глазами в уме. Это шаргон. И это хорошо, кстати, делать перед тем, как вы отправляетесь на работу с утра. У меня очень успешные бизнесмены в Тайване, например, которые используют эту медитацию каждое утро. Они выполняют шаргон. Они просто шаг за шагом проходят по своему дню перед тем, как отправляются на работу. И когда они уже на работу приходят, у них все в порядке. Потихонечку идете шаг за шагом. Че-гон означает, когда вы берете один вопрос и помещаете его в центр вашего сознания и работаете с ним. Это медитация решения проблем. И че-гон сфокусирована одноточечная медитация, например, лицо ламы, глаза ламы, лицо ваджрэгине. Вы представляете перед собой лицо, устанавливаете объект, и вы удерживаете его, фокусируйтесь. И он говорит, че-гон, сделайте медитацию решения проблем о медитации. Что это означает? Допрошу. Просто приступите, задайте себе вопрос. Вы на самом деле хотите потратить это время на медитацию? Почему? Попробуйте себе задать вопросы, расспросите себя, устройте себе допрос. Будешь ли ты медитировать? Да. Почему? Ну, не знаю. Гешла сказал, что надо медитировать. Так, неправильный ответ. Дай мне причины. Дай мне хорошие причины. Назови мне, почему ты будешь медитировать. Дебатируйте сами с собой перед тем, как вы начинаете медитировать. Почему вы тратите это время на медитацию? И убедитесь в том, что у вас будут правильные ответы до вашей медитации. Не начинайте медитировать, потому что это привычка, или ваш учитель вам сказал, что вам нужно это делать, или друзья ваши делают это, или еще что-то в этом роде. Попробуйте сами с собой. Почему я должен вот этот час потратить на медитацию? Я умру. Да, неплохо, неплохо. Ты на правильном пути. Понятно? Вот это че дем. Тоже классный совет, кстати. Мне кажется, этот Лам Рим вообще полон прекрасных советов. Я обедал недавно с мамой жены и ее парень. Ее уже было воскресенье. И мы разговаривали, «Какая самая классная книга?» Ну, она сказала, «Конечно же, Библия». Я такой, «Нет». Вот этот Лам Рим, это свобода, вложенная в вашу ладони. Когда вы принимаете решение медитировать, то сделайте обзор всех ваших негативных эмоций и выберите самую самую плохую негативную эмоцию. Найдите самую вашу такую большую-большую слабость. Будьте сами себе психологом. Будьте сами себе психологом. Вот это очень тоже разговорно в простаречье используется. Самый ужасный, самый жирный. Выберите вот эту самую явную негативную эмоцию и займитесь ею. И примите антитут. Противоядие. Следующая картинка. Франциско с биноклями. Парень с биноклями. Да. Сен Чен Кьи Ден Ран Кьи Дрюм О Шинг И это правильно, что вы должны целый час потратить вашей короткой жизни и служать другим людям. Это самый лучший способ. Самый лучший способ потратить вашу короткую жизнь это помогать другим людям. Как можно больше часов тратить на то, чтобы помогать другим людям? Эпа означает, оно того стоит. Это лучший способ, как вы можете использовать свое время. У вас мало минут в этой жизни. Чем больше вы можете отдать другим людям, тем лучше. Отличная работа, Эпа. Дрюм О Шинг Син Пе, как только вы согласились помогать другим людям, как только вы согласились помогать другим людям, хотите ли вы жить как Бодхисаттва? Вы согласились быть Бодхисаттвой? Да, вы понимаете, что это служение другим людям? Да, понимаю. Вы хотите служить другим людям? Вообще, в течение всего дня, ну, за исключением перекусов, да, согласен. Тогда заткнись и не ожидай, что они будут тебя благодарить. «Юмиче» означает «Не ожидайте, что кто-то будет вас благодарить». «Юмиче» Вы такой помогаете людям, и такой ждете, что они вас... «Чего, может, поблагодаришь меня?» Нет. Как Бодхисаттва, если вы Бодхисаттва привыкнете к этому, вы просто стараетесь, помогаете людям, даете им деньги, свое время, и они такие, «Что, может, еще часик поможешь?» «Я только что, я полгода тебе уже помогал». «Да, но мне еще тут надо что-то». И не ожидайте, что люди будут вас благодарить. Если вы ищете благодарности, вы не в тот бизнес пришли. Бодхисаттва, он не ждет благодарности. Никто не будет вас благодарить. Вы будете заниматься благотворительной работой в школах в Мексико, будете там проводить день за днем, потратите все свои деньги, вы не будете спать, просто будете работать для других людей. Если вы в бизнесе под названием бодхисаттва, забудьте, что вы будете получать благодарность. Если вы хороший бодхисаттва, вы не только не получите благодарность, вас еще и критиковать будут. просто пошлите их ко всем чертям. Я серьезно, я серьезно, я серьезно. Они будут говорить, ой, Гешила, я и тебе, ой, Гешила, не сделан ничего, да я и тебя послужу. Если кто-то вас будет критиковать, собрал свои деньги, еще и критикует, а вы его наоборот спросите, может, еще что-нибудь нужно? Ваша реакция к таким людям должна быть, я служу им, я служу этим людям. И это настоящий подхистатка. Если вы ожидаете, что люди будут вас благодарить, если вы думаете, что вас будут хвалить, забудьте про это, тогда вы не в правильном бизнесе. Буддисты будут молиться за вас, и они будут благодарить вас. И этого достаточно. Вы действительно можете получать очень суровую критику от людей. И если вы настоящий подхистаттва, то вы должны привыкать к этому. Вы не должны бояться, вы не должны хныкать, вы не будете падать каждый раз, кто-то будет вас критиковать, потому что вы подхистаттва. Скажите, спасибо за ваше мнение. Да, подождите минуточку, ваш звонок очень важен для вас. И вы просто такой, идете дальше. Пусть они сертификуют вас, а вы уже на другую ступеньку, вышеушле. Просто расслабьтесь. Нужно научиться расслабляться. Если вы бахистаттва, ма аббарла ссо па ми трон ла ссо кунг ло мэ ло ло ма ма ба ла ла ссо означает публично, ну, онлайн, например. Люди будут критиковать вас, они будут троллить вас. Троллить? Да? Да. Мы говорим так? Тролли будут вас троллить. Они будут вас критиковать, потому что они ничего не могут делать сами. Они так, внимание привлекает. Давайте покритикуем кого-то. Просто смейтесь, говорите «Спасибо». Спасибо, ваше мнение очень важно. Ваш звонок очень важен для нас. Мы к вам вернемся. А потом просто отключите. И не отвечайте этому человеку. Не тратьте свое время на таких людей. Даже не тратьте свое время, чтобы думать об этом. У меня есть специальная практика забывать имя людей, которые критикуют. И я очень успешен в этой практике. Я правда не помню ни одного имени человека, который меня критиковал. Я просто о них не думаю. Просто расслабьтесь, помогайте людям. Вас будут критиковать. Привыкайте к этому. Что вы будете делать? Сзадитесь? Нет. Вы скажете, «Ну ладно, спасибо». Ваше мнение важно. Не раздражайтесь на таких людей. Кон лонг. Не раздражайтесь, не злитесь, не воспринимайте это серьезно. Кстати, все люди, которые меня критиковали, их нету, я даже не знаю, где они. Может кто-то умер, где-то они. Далеко от меня. Просто они все ушли. Их нет. Если вы будете жить долго, то все люди, которые приносили вам неприятности, они уйдут. Просто продолжайте идти этим путем. Что еще вам делать? Что вы будете сдаваться? Что снова Netflix начнете смотреть? Что же вам еще делать? Кен Ча Мо, Ре, Га Чел, Ду Чел, Чи Кей Нанг Кар, Ю Цанг Па Ми Ча. И здесь у нас изображение шторма, штормовых туч. Это не точно у нас здесь. У нас здесь почти в течение всего года солнечно. Но есть такие места, например, Япония, когда цветет сакура, когда вы заплатили в четыре раза больше, чтобы отвезти всю свою семью, чтобы посмотреть, как цветет эта вишня. И они решили не цвести, решили подождать еще две недели. И вы идете домой, возвращаетесь ни с чем. И по дороге в аэропорт вы видите, они только начинают расцветать. Расскажите мне, да, мистер Рикава такой, «Никогда, Гешила, такого никогда не было, я не знаю, почему так». «Я обещаю вам все». «Спасибо тебе». «Ладно». Не будьте, вот, как погода. Не будьте, как погода. Будьте стабильным. Не будьте такое, когда то идет дождь, то светит солнце. Ло Чжонг. В практике дармы вы должны быть стабильнее. Вы не можете постоянно меняться, как вот эта погода в Киото. Кстати, я не жалуюсь. Мне очень нравится быть в Киото. Ну, поэтому вот не будьте таким изменчивым. Будьте стабильным. Пусть вот эти маленькие проблемы не выбивают вас из седла. Особенно критика чья-то. Послушайте, если, может быть, это такая хорошая критика, но просто пропустите мимо, забудьте про это. Ла Па Ла Ла Па Ла Лек Со И Там Со Ре Ва Чем Пи Дюн Ди Мин Йе Ва Те Ле Та Ни Ла Па Ла Когда вы помогаете кому-то, повторите Лек Со. Лек Со, Лек Со. Сиддха, Сиддха, Сиддха. Сиддха, Сиддха. Это санскрит. Это знаменитая строчка в сердечной сутре. Это единственная строчка, которая была произведена с вами Буддой. Будда использует двух своих учеников, и они у него как марионетки, и они между собой постоянно общаются. И когда он заканчивается, и он просто говорит, «О, отлично, отлично, да, хорошо, хорошо». Это он же говорит на самом деле. Лек Со, Лек Со. И в разговорном тибетском это стало слово, которое означает «отличная работа, отличная работа». И в сердечной сутре господин Будда говорит «Хорошо, очень хорошо». Вот этих двух парней, чьи слова он контролирует. Рева означает «не надеетесь», что люди придут к вам и скажут «Лек Со, Лек Со, спасибо большое, ты проделал такую хорошую работу». «Линси, ты такая замечательная, спасибо тебе большое». Этого не произойдет. Поэтому не сидите и не ждите Лек Со, что кто-то... Не сидите и ждите, что кто-то вам Лек Со. Это такой одинокий бизнес. Дарма бизнес – очень-очень одинокий бизнес. Люди не будут подходить, подбегать вам и говорят, «Какой вы замечательный!» Это не означает, что вам не этим надо заниматься. Если вы хирург, и вы спасаете чьи-то жизни, что вы... Разве вас заботится о том, что будет дальше? Вы спасаете жизнь. И потом он начинает говорить о том, как мы превращаем проблемы, возможности. Я изучал все ло джонги. Есть примерно 100 главных ло джонга. Я потратил пару месяцев, изучая их, и я пытался найти определение, что делает ло джонг ло джонгом. И одна из вещей, которую вам необходимо сказать, вот эта тема, когда мы превращаем проблемы, возможности, она... есть во всех текстах ло джонга, во всех текстах ло джонга, во всех текстах ло джонга, во всех текстах ламрима, есть вот эта одна такая общая тема, когда у вас происходит проблема в жизни, вы должны превратить ее в возможность, и как бизнесмен. И мы создали самую крупную дюблерную компанию в мире. Уоррен Баффетт в 2009 году купил ее. И вот это вот качество, вот этот навык, когда вы берете эту проблему и превращаете ее в возможность, это на самом деле очень классная штука. Это на самом деле очень полезная вещь. Есть ламрим. Это такое базовое качество ламрима, как взять какое-то дерьмо, какашку сделать из него, золото, как взять вот эту проблему в бизнесе и сделать из него что-то классное, веселое, невероятное. Вот этот навык, если вы научитесь вот этому навыку ламрима, то он послужит вам, будет служить вам в течение всей вашей жизни и ваших личных проблемах, когда у вас какие-то проблемы с каким-то человеком. Если вы научитесь трансформировать, менять вот эти проблемы и превращать их в возможности, то каждая проблема, которая будет появляться в жизни, вы сделаете из нее что-то красивое. Если что-то страшное, дерьмовое станет красивым, тогда все вокруг вас будет красиво. У вас, это как будто у вас такие вот волшебные пальцы, когда вы, волшебная палочка в руках, когда вы превращаете проблемы в нечто совершенное. Я не говорю о том, что вы берете проблему и живете с ней. Нет, я говорю о том, что вы берете эту проблему и делаете из нее огромный успех. И вот это очень полезная штука. Это очень-очень полезно. И мы завтра об этом поговорим. Спасибо, buddy. Спасибо. Спасибо. Спасибо.